Соборное послание святого апостола Якова, первая глава, второго по четвертой стихи. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем неконтекстуальный разбор послания Якова. Стойкость призвана нас натренировать. Натренировать до состояния совершенства. Я уже говорил в прошлой программе о том, что Бог начал, и Он доведет это дело до конца. Это Его главная цель. Говоря о совершенстве, Яков имеет в виду три важных ее аспекта. Во-первых, несгибаемая твердость дает человеку совершенство. В греческом это слово «толеон» буквально означает «совершенный», «законченный», «полный». Речь идет о целенаправленном совершенстве. Именно этим словом в Ветхом Завете септуагинта обозначает жертвенное животное, которое должно было быть без порока и может быть принесено в жертву Богу. Школьник становится ТЛС, когда он хорошо, правильно обучен. Человек становится ТЛС, когда он становится совершеннолетним. Речь идет о чем-то, что обладает целостностью, неповрежденностью и пригодна для чего-то совершенного и возвышенного. Выдержанное человеком испытание помогает ему выполнить предназначенную для него работу. Когда мы справляемся с испытаниями, мы становимся более пригодными для того, чтобы выполнить свое призвание. Преодолевая эти испытания, мы становимся сильнее, эффективнее, намного опытнее и натренированнее. Следовательно, мы можем сделать гораздо больше, чем могли делать вчера. Но если мы убегаем от испытаний, когда мы прячемся, сдаемся, то мы по большому счету становимся совершенно непригодными для того, чтобы дело Божье стало нашей жизнью. Во-вторых, испытание приносит в нашу жизнь полноту. В греческом это слово «голокрей». В септуагенте оно буквально означало полноту после того, как священника проверяли перед тем, как допустить его к служению. Буквально речь идет о том, что Бог восстанавливает нас в полноту. Грех не просто испортил, исказил нашу природу, нанес достаточно серьезный урон. И сегодня испытания приносят в нашу жизнь восстановление полноты, которая нам необходима для наследования царства. Стойкость со временем освобождает нас от слабости, и мы становимся более эффективными в нашей борьбе с грехом, в противостоянии всему злому и негативному, что окружает нас в этой жизни. В-третьих, полное отсутствие недостатков. В греческом это «лэйпоминон», буквально означающее «имеющие недостатки». В тексте послания, которое мы разбираем с приставкой «анти», то есть «не имеющие никаких недостатков». В греческом это слово очень часто упоминается как окончательная полная победа, полное прекращение борьбы. Но не когда мы сдаемся, не когда мы принимаем решение убежать, а именно прекращение борьбы, потому что мы победили. Человек, который выдержал испытания, который прошел через испытания веры, и вот эта несгибаемая твердость в его жизни все больше и больше тренируется, с каждым днем становится ближе и ближе к Иисусу, может не просто переносить еще более серьезные проблемы и испытания, но он становится с каждым днем все более твердым и в конечном итоге способным победить абсолютно любое искушение. В этой связи хочется вспомнить слова апостола Иоанна. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, вера наша». Как вы считаете, можем ли мы с вами достичь совершенства? Можем ли мы восстановить свою целостность и как это возможно сделать?